Створение новых вытворчастей, погашение долгого сельха с предприемствами, питание праца уладкованной и выдачи банковских кредитов. Старшиня Абловыканкама Геннадь Соловей провел сегодня у Лельчицах прямую телефонную линию и особистый прием граждан. Районный центр наведали наши корреспонденты. С начала крыху статистики. За 9 месяцев этого года у Лельчицким райвыканками зарегистрировано коля 170 зворотов письмовых, электронных, а так само поступивших подчас особистых приемов и субботних прямых телефонных линий. Это меньше, чем было у этой период минулого года. Основная тематика – работа коммунальной сферы и стан дорожной господарки. Правда, подчас приема губернатора этими питаниями не обмежавались. Тем больше, что звертались не только жары Лельчицкого района. Среди наибольших актуальных – просьба приватного предприемника допомогти с погашением долгу с боку акционерного товариства Туровщина. А маль три года предприемство не различивается за отриманный европосуд коштом у 11 тысяч рублевым. Я и колбасой хотел забрать, не дали. Я и нас, например, на производственный кабинет хотел забрать. А здесь хлеб я же беру на 15 тысяч рублей. У меня торговая организация. У меня 15 работающих. Я тоже плачу зарплату 15 работающих у меня на фирме. Хорошо договорились. Мы сберемся. Большое спасибо, Геннадий Михайлович. Не за что. Спасибо большое. Спасибо. Зворот берется на контроль, але можно мерковать, что проблема будет вырошена оперативно. Одразу после завершения размувы старшиня Аблова Конкама дает ответное доручение. Скажите, директору страх Туровщина, да? Пускай там разберется Сморецкий, есть такие Василия Сергеевича. Я тут сейчас на приеме у людей, в Ленческом районе. Там она должна 11 тысяч рублей. Три года. Пускай разберутся. На особистом приеме у старшиня Аблова Конкама Жихары не только в Гомельской области. Священнослужитель Александра Ковалько приехал с Клецка. Зараз он займается будовництвом церквы в Ганцевицком районе. Значную допомогу оказывают мясцовые фермерские господарки. Але сеньяны сутыкнулись с финансовыми проблемами, які у значной ступени связаны с неразликами сельгазпредприемства в Гомельской области за отриманную продукцию. Генед Соловей обещает разглядеть питание. Я сюда ехал, но я понимал, что в любом случае решение какое-то будет. И то, что даже получилось с человеком попасть на прием, и он меня выслушал, я очень доволен этому. Еще одна разложенная тема – открытие вытворчасти и устворение новых працонных мест. Что отыщется непосредственно Лельшицкого района, то бодай головная складанность отсутствует чугунки. Побудовать завод не проблема, але перевозки продукции автомобильным транспортом на значной одлеглости будут экономично немытосгодными. В Мозере открывали пилетный завод, сейчас открыли пилетный завод. И понятно, что нам нужна логистика транспортная. Мы могли бы его и здесь построить. Так 20 человек, сегодня для создания новых рабочих мест было никаких обременящих. Но нужна логистика. Потому что мы должны учитывать, что мы сегодня продаем пилеты на Европу. Но мы должны прекрасно понимать, что и транспорт сегодня – это ценовый фактор себестоимости. Вось мини-футбольные и воркаут-пляцовки у отдаленных районных центрах будаваться будут. Уреште, размова и идея об створении умов для занятков спортом в первую чергу – детей и подлетков, плюс рамон дорог. Для ледческих районов это актуальная тема. В зависимости от того, в каком они состоянии, где первоочередные, где второстепенные, здесь надо выстроить приоритет. Возможности, будем говорить, не всегда мы можем удовлетворить запросы граждан в полном объеме. И поэтому, в первую очередь, делаются те дороги и те уличная дорожная сеть, где, конечно, на наиболее худшем состоянии. Олег Сентюром, Арина Северьянова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» – Злельчиц.